Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Сейчас ознакомлю, что происходит в Карабахе. Последние новости. Статья в издательстве «Новости Армении» — это армянское издание. «Не критиковать, а работать для сохранения мира миротворцы РФ в Карабахе ответили на критику Азербайджана». Вот видите, российские миротворцы, как выглядят в Карабахе. Так, Ереван, новости сегодня. Российский миротворческий контингент, диссоцированный в Карабахе, отреагировал на критику власти Азербайджана. Ужженные силы Российской Федерации и российский миротворческий контингент в Карабахе в ходе выполнения учебных боевых задач используют топонимы, установленные топографическими картами Генерального штаба вожженных сил РФ. Вызывает удивление критика из Баку относительно звания населённого пункта Магавуз. Как и ранее, неоднократно в бюллетенях Министерства обороны России используются другие, не азербайджанские топонимы. Топонимы. Говорится в официальном сайте. В общем, ситуация такая, что на двух языках есть, допустим, хаджавен, по-армянски там всем другое, армянское название. И эти топонимы все время, как сказать, путают. И вот Азербайджан выдвинул миротворцам, чтобы они использовали азербайджанские топонимы. Да, не указывается, что нарушение режимов прекращения огня, публикуемых в официальных бюллетнях, фиксируют наблюдательными постами миротворцев с использованием оборудования объективного контроля, позволяющего вести наблюдение в любое время суток. Было бы совсем неплохо Министерство обороны Азербайджанской республики не подвергать сомнению деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе по таким незначительным поводам. А в тесном взаимодействии, типа продолжать работу по сохранению мира в регионе, отмечено в заявлении российского командования в Карабахе. Ну и вот еще статья как раз с продолжением. В Баку нервно отреагировали на использование российскими миротворцами армянских топонимов. Сейчас немножко знакомлю в чем дело. Так, вот Азербайджан довел до российской стороны, то есть до командования миротворцев, что вместо названий Мардакерт и Мартуни надо употреблять слова Агдер и Хаджавент. Но я говорил вам, что, видите, о армян это называется Мартуни, вот здесь, а по-азербайджански Хаджавент. А российские миротворцы используют армянские топонимы, как бы нервируют азербайджанцев. Министерство обороны Азербайджана призвало командование российского миротворческого контингента временно дислоцированно на территории Азербайджанской республики правильно отражать в соответствующих сообщениях названия населенных пунктов. Ранее Министерство обороны выступало с аналогичными претензиями касательно топонима Магавуз, я говорю, а призвало российскую сторону употреблять название Чардаглы. Вот в чем проблема. Ну и видите, а тут российские миротворцы типа начали сразу отвечать, что командование российских миротворцев призвало Министерство обороны Азербайджана не подвергать сомнению деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе. Это типа незначительные поводы и продолжать вместе работу по сохранению мира. Ну видите, конечно азербайджанцам не нравится, что как бы это все правильно, здесь территория Азербайджана, Карабах это Азербайджан, а здесь на картах все время эти армянские названия и никто их не убирает, вернее уже стали убирать в гугле, стали убирать по-азербайджански стали как бы писать все. А российские миротворцы вот используют такие приемы. Ну и вот что здесь в комментарии азербайджанцев пишет Руфат Гаджиев для российских миротворцев направление. Смотали монатки на вокзал, сидят на территории Азербайджана и еще выступают. Типа это не только Магавуз, типа в общем другие села. Карабах это Азербайджан и точка. Условия диктуют Азербайджан и точка. Слава Азербайджану, аминь. Вон миропритворцы из Карабаха. Вот такие комментарии в основном пишут. Ну один азербайджанец написал спасибо Путину Алиеву, что вели миропритворцев на территорию Азербайджана. Это они подписали документ ночью 9 по 10 ноября 2020 года, а не народ Азербайджана. Вот теперь и пусть расхлебывают. Сами это наделали. В общем да, разное мнение у азербайджанцев. Они говорят так, другие так. Но люди, видите, правильно пишут свои мнения, высказывают. В общем вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.